рубрика сегодняшнего дня закладываем баню два венца из лиственницы это крышки, делаем такие крышки, чтобы накрывать штабеля для сохранности леса вот стеллажи вот такие мы вот так вот накрываем прячем от дождя вчера закончили баню спилили фронтоны ребята сейчас размечают, маркируют, готовят труб к разборке будем полностью его весь разбирать и отправлять снизу вверх чтобы на сборке принимать машины и сразу монтировать баню на фундаменте поднимемся туда, ребятам, наверх баня из кедра средний диаметр в макушке 36 второй этаж очень сложный из-за того, что скаты у крыши по диагонали такой проект интересный здесь леги врубались по высотам и в некоторых венцах было очень сложно было очень сложно врезать их там обычно у венца два направления а тут так получалось, что три направления с ними вот здесь на террасе сделали такой красивый столб обойду немного с другой стороны опа вот видно как по плоскости они крантон спилен выше от плоскости слег так будет идти крыша вот такая торцовка шахматная на внешних выносах сейчас этой стороны покажу этот сучок такой мощный у столба на террасе красивый очень подняться наверх давай я поднимусь наверх Артем привет полезли наверх Артем вместе на террасах сделали опиловку плоскостей вместе с конем и слегами здесь будет не не такой не будет большой усадки и соответственно скаты они сползут на пару-тройку сантиметров здесь можно было спилить фронтоны полностью скаты здесь так я залезу оп оп уже леса разобрали внешне внутри оставили леса для удобства разборки слушай тема как здесь будут врезаться стропила прям в эти да во фронту во фронтоны врезаться до слег до коня так что ли на плавающих элементах все это будет держаться да тут вообще все как то так запутано необычно и непривычно видеть такое например вот такое что идет конь и по диагонали входит вот это про то что я говорил три направления в венце так непросто как врезали подпорную стену пойдем покажешь кстати и расскажешь про нее тему для чего она нужна была я сейчас туда зайду вот конь с такими сучками красивыми выбрал да классно вот сейчас я покажу подпорную стенку опа выпустили такие консоли сделали да выпуска подлиннее на них оперли вот эту стенку вот вот до чего стена это тем стена стена является опорной части конья то есть конь состоит из двух частей соединем шпильку чтобы у нас сэкономить во-первых длинный лес потому что здесь нужно временно более 10 миллиметров мы используем два коротка чтобы его состыковать мы в проекте делали это густе проектировали оперли ее два выноса которые непосредственно как бы равномерно распределяют на густе то есть вот эта часть она у овеса приблизительно равна той части получается здесь не прогибается там ничего не уходит и мы можем опереть сюда коня все равно что на стену оперли и не будет такого еще момента как провисать то есть если бы здесь было длинное бревно то от угла В3 до угла В6 получается у нас 10 метров так 9 сейчас вот у нас бы на такой длине провисал бы конь очень сильно и вся нагрузка стропила потом крыша так как тут плавающая крыша вся нагрузка будет на коне то есть все стропила будут резаться здесь закрепляться и будет непосредственно держаться на коне вот поэтому мы сделали стенку и разгрузили нагрузку так сказать чтобы была она более равномерной угу все закончили баню дорубили супер баню супер баню Продолжение следует...